Здравствуйте! Вы смотрите новости. В начале выпуска коротко о главных темах. Существенно поднять качество медицины в правительстве округа обсудили основные направления здравоохранения. Первые победы и достижения детский сад Непоседы отмечает пятилетие. Модный приговор поможет преобразиться. В городе реализуют новый проект. На Ямале обозначили три вектора эффективного здравоохранения. Об этом шла речь на очередном заседании окружного правительства. Дмитрий Артюхов отметил, существенно поднять качество медицины для Ямала – одна из главных задач. В рамках реализации национального проекта в регионе заложены определенные решения. Часто получаем негативные отзывы об очередях, о возможностях. И здесь, конечно, те усилия, которые мы заложили в рамках национального проекта, в реализации их на территории Ямала, должны многие эти проблемы снять. Была проведена большая работа по изучению мнения жителей округа. Собрано почти 250 различных предложений по улучшению системы. В итоге определены три вектора эффективного здравоохранения. Это общение с пациентом, доступность медицинской помощи и профилактике, и комфортная очередь, предполагающая снижение количества жалоб пациентов на очереди в медицинских организациях. С начала года начал формироваться рейтинг медицинских наших учреждений по обращению. Туда включаются все письменные обращения, поступившие в департамент, поступившие в правительство и так далее. Туда включаются все обращения, поступившие через инцидент, менеджмент, через различные риски. Также поступившие в ваш аккаунт, Дмитрий Андреевич, все это учитывается. Определяется тройка лучших учреждений и тройка худших. Соответственно, применяются меры материального стимулирования. По словам Сергея Новикова, уже со следующего года в регионе изменятся и подходы к повышению квалификации ямальских врачей. Одним из главных стимулов профессионального роста станет оценка пациентов, которые они смогут делиться в мобильном приложении. Дополнительной мотивацией послужит и проведение на Ямале конкурса лучших управленцев в сфере медицины по принципу лидеров России. Губернатор поручил департаменту предложить методы оценки эффективности всех, озвученных на заседании правительства мер по развитию здравоохранения. В многопрофильном лицее продолжается реализация проекта «Стартуй в стартап». Это инновационная образовательная практика, в рамках которой на базе учебного заведения проводят форсайт-сессии и хакатоны. Каких результатов добились старшеклассники, расскажет Татьяна Бойко. Старт проект удали еще в 2017-м. Новая образовательная практика прижилась в лицее сразу. Сначала называлась предпринимательский класс, чуть позже переименовали в «Стартуй в стартап». Наш проект «Стартуй в стартап» – это формирование компетенций учащихся на основе работы с проектами, основанными на реальных практиках. Уклон сейчас мы делаем именно на IT-технологии, на создание вот тех проектов, которые нужны в нашем городе и в лицее. Одиннадцатиклассники Илькин Баширов и Рамин Абдулаев – одни из самых активных стартаперов. Ребята дружат с детства, с пяти лет занимаются каратэ, поэтому и в проектной деятельности тоже в тандеме. Они разработали социальный проект для маломобильных граждан. С помощью специального приложения люди с ограниченными возможностями смогут получить волонтерскую помощь. Они заходят на сайт, заказывают услугу. Например, надо купить такие-то продукты. Приходит волонтер специальный, волонтер на бумажке или в телефон забивает специальный перечень, который надо приобрести, и дает денежные средства. Он идет в магазин, приобретает и приходит обратно. Существляется помощь, которую гражданин не может сам сделать. Мы не будем сдаваться, это точно. Мы будем его продолжать. То есть мы начнем с малого и пойдем к большему. Пополнить знания в тех или иных компетенциях лицеистам помогают такие платформы, как Фаблаб-лаборатория, инженерная школа, хакатоны. Минувшие весной учащиеся инженерных классов побывали в Тюмени. Такие поездки вдохновляют старшеклассников на создание новых проектов, дают стимул для плодотворной работы, чтобы двигаться дальше. А еще это отличный шанс познакомиться с вузами. Основной плюс был то, что больше у нас было практических занятий, нежели теории. На протяжении четырех дней мы осваивали навыки робототехники, программирования, пайки, конструирования. Пробовали себя в управлении квадрокоптерами. За несколько лет лицеисты разработали немало интересных стартапов. В этом учебном году продолжат работу над четырьмя проектами, заказчиками которых выступает наш муниципалитет. Работа ведется в тесном контакте со студентами Московского политеха. Прототипы этих проектов мы уже показывали заказчику. То есть он уже видел, он знает, как будет выглядеть то мобильное приложение или тот сайт. И вот в этом году уже логическое завершение должно быть данных проектов. В октябре начнет работу очередная стартовая сессия, где лицеисты смогут вновь заявить о себе, представить свои интересные идеи и воплотить их в жизнь. Татьяна Бойко, Антон Иванов, Новости Муравленко. Детский сад Непоседы отметил первый юбилей. С круглой датой и пятилетиями со дня открытия учреждения, педагогов и воспитанников поздравили представители администрации, города управления образования и родители маленьких Непосед, рассказывает Оксана Шосток. Пять лет полет отличный. На борту воздушного судна под названием Непоседы, младший педагогический состав, старший по званию и, конечно же, командир корабля. Все они не только профессионалы своего дела, но и, как оказалось, творческие и креативные личности. В честь своего первого юбилея педагоги детского сада подготовили стилизованную праздничную программу, чем удивили всех гостей праздника. Родным городом, домом и револком своим, в этом мире знакомом все нам стало родным. В связи с юбилеем, а также за многолетний добросовестный труд и профессиональные достижения, более 30 сотрудникам детского сада вручили почетные грамоты и благодарственные адреса ЗАГС Собрания и администрации Муравленко. Я желаю вам, чтобы в вашем детском саду всегда звучал детский смех, чтобы всегда детки были довольны тем, что они весело играют, хорошо учатся, что они здоровы, что они не болеют, что они просто наслаждаются тем, что им комфортно и хорошо. В стенах вашего, нашего с вами детского сада не поседы. Это история тех людей, которые захотели сделать так, чтобы в этот детский сад пришло много детей. Это история, когда мы все вместе хотели того, чтобы детям было здесь тепло, уютно и достойно. Вот такая командная, хорошая, добрая история. Я вас поздравляю. Саду, всему коллективу и вам, конечно же, Стана Виктором, талантливому, неравнодушным, очень заботливому, такому настоящему руководителю успехов, добра и всего самого доброго. Отличным подарком к пятилетию стала победа в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад». И таких достижений за пять лет немало. Буквально в июне непоседы вошли в топ лучших образцовых детских садов страны. Замечательный коллектив. Здесь работают настоящие профессионалы своего дела. С такой добротой, с такой любовью относятся и к детям, к нам, родителям. Нам все очень нравится. Это самый идеальный детский сад для наших детей. И я очень рада тому, что они оба здесь у меня выросли, набрались опыта. Добились того, чего они сейчас умеют, к чему стремились и стреляться. Им привили все, что можно в этом детском саду. Поэтому детский сад – это мой второй дом, и я этому очень рада. Коллектив «Непосед» большой. Более ста сотрудников. Каждый знает свое дело. Поэтому и работа слажена, и все на благо своих воспитанников. Здесь буквально каждый уголок обустроен для малышей. Уютные и просторные группы, театральные, музыкальные и спортивные залы. Бассейн, который посещают все воспитанники детского сада. А их в «Непоседах» около трехсот. Мы работаем на благо детей. И то, что мы даем детям, оно всегда возвращается добротой, улыбкой. И нам это нравится. Мы старались, как могли, чтобы наш детский сад процветал. И все усилия, коллектив у нас очень дружный. Мы все одной командой выполняем эти задачи и стараемся, чтобы по имя детей, ради детей, все это проводится, вся эта работа у нас. Особое внимание в учреждении направлено на коррекционно развивающую деятельность. Здесь созданы все условия для детей особой заботы. Семеро малышей занимаются по индивидуальной образовательной программе. Это программа для детей, имеющих нарушения в развитии речи. Это программа по работе с детками-инвалидами. Как бы вот сначала, в первые годы она шла с пробуксовкой. Но сейчас, если мы заняли первое место в регионе именно по этому направлению, то я считаю, что и это удалось. Удалось все, что планировали. Целей и задач на перспективу еще больше. Реализация нацпроекта образования точки роста. А это повышение профессионализма педагогов, расширение и усовершенствование образовательного пространства. Ведь в руках педагогов самое главное – благополучие наших детей. Оксана Шосток, Антон Иванов, Анатолий Шуликов. Новости. Муравленко. Муравленковцы, которые хотят стать предпринимателями, смогут попробовать свои силы благодаря уникальному проекту для будущих бизнесменов «Время действовать». Прием заявок на участие продлили в гарантийном фонде поддержки малого предпринимательства округа до 20 сентября. Требования к участникам и другая полезная информация размещены на сайте «Ямал. Территория инвестиций». Главная особенность конкурса – в выборе возрастной аудитории участников 45 лет и старше. Решившихся стать бизнесменами не только всему научат. Победители могут рассчитывать на миллион рублей для развития предпринимательской деятельности. Участвовать в конкурсе могут как новички, так и действующие предприниматели. С готовым проектом приходить не обязательно. Почти 900 кубометров мусора за три месяца убрано эковолонтерами проекта «Будущая Арктики». Это более 20 несанкционированных свалок. Ликвидация загрязненных территорий – одно из направлений национального проекта «Экология». Продолжит Ирина Бугрим. Ликвидировать все несанкционированные свалки, выявленные на 1 января 2018 года, в границах городов. Это одна из ключевых задач национального проекта «Экология». Отряд волонтеров «Будущая Арктики» ежегодно выходит на уборку территории. В этом сезоне, благодаря активистам в лесах и промышленной зоне Муравленка, ликвидировано более 20 несанкционированных свалок. Один из самых загрязненных участков вблизи города – Старый полигон. Здесь представители организации, учреждения муниципалитета совместно с Экодружиной «Будущая Арктики» провели практически все выходные лета. За сезон с территории Старого полигона вывезли более 500 кубометров мусора. В следующем году планируем тот же объем мусора, который в этом году убрали, повторить. Потому что видим, что еще есть хрулевные участки. У нас большой участок за городом, там, где старый полигон ТБО. Там большой объем работы. Будем закладывать его в следующий год. Ну и стараться такими же темпами, сообщаясь с управлениями УМИ, ВЖГХ, УКЗ, отрабатывать и делать наш город чище. Планами на будущее эковолонтеры поделились с депутатом Государственной Думы Владимиром Пушкаревым, посетившим город с рабочим визитом. Будущее Арктики – это его инициатива. Старт проекта был дан в 2017 году. Главной задачей его реализации – инициаторы видят формирование экологической культуры жителей. Для каждого человека каждый национальный проект несет частицу тех потребностей у каждого человека. Поэтому это общая задача для каждого. Активными участниками проекта становится прежде всего молодежь, которая не устраивает потребительское отношение к окружающей среде. И здесь добровольческое движение выступает заодно с поддержавшей его властью, которая заинтересована в привлечении к защите экологии региона неравнодушных молодых людей. Мы договорились, что поднимут вопрос об утилизации покрышек. На сегодняшний день этот вопрос нерешенный в округе. То есть мы пока не понимаем, куда их вывозить, где их складировать и какое у них дальнейшее будущее. Но видим, что эта проблема актуальна, поскольку большую часть убранного мусора составляют покрышки. Пока мы их складируем, то есть дальнейшие их движения мы не понимаем. Надеюсь, что с его поддержкой этот вопрос решится в следующем году, и мы уже будем более эффективно отрабатывать по этому направлению. Более 20 свалок, почти 900 кубов мусора за три месяца. На этом активисты останавливаться не собираются. Ликвидировать большинство несанкционированных свалок вблизи городов во всех регионах нужно до 2024 года. Такую задачу поставил президент. И эко-волонтеры готовы помогать в ее решении. Ирина Бугрим, Анатолий Шуликов, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. В Муравленко началась реализация уникального проекта для людей старшего поколения. Модный приговор. Его участники пройдут обучение, а победители получат в подарок полное преображение. Анастасия Попова побывала на мастер-классах. Площадкой для реализации нового проекта стал Центр социального обслуживания населения. Здесь участникам проекта выносят модный приговор и делают из обычных бабушек и дедушек стильных и современных. В качестве судей – эксперты красоты и здоровья. Первое занятие – тренинг самое обаятельное и привлекательное. Во-первых, они знакомились, во-вторых, они общались. Чем больше люди пожилого возраста общаются, они сидят дома и как-то у себя в своих мыслях. Так они общаются, развлекаются. Реализация проекта стала возможной благодаря победе в конкурсе социальных проектов «Родные города» компании «Газпромнефть». Грант в 60 тысяч рублей потратят на услуги визажиста, парикмахера и швеи. Ткани уже закупили, а на занятиях со специалистами участники проекта узнают много новой, полезной и интересной информации. Мы им рассказываем, как можно правильно, красиво с помощью базовых вещей выглядеть, не приобретая большое количество. Ну и также очень большой акцент мы делаем на красоту, на уход за кожей, за волосами. Тем, кому от 50 и старше, расскажут не только о главных правилах красоты, но и здоровья. Зайтуне Шакировой 65 лет, и она с удовольствием согласилась принять участие в новом проекте. Все время смотрим модный переговор по Москве, да, какие они красивые становятся. Может, мы тоже покрасивше станем. А Тамаре Григоровичу уже 74, и для нее этот проект еще одна возможность – стать моложе и краше. Это очень интересно в таком возрасте, как вам сказать, то, что нас не забывают пожилых людей. И хорошо, что этот проект придумали. И нам интересно, и пусть посмотрят на нас, на наш весь коллектив. В ближайший месяц для модниц проведут шесть тематических мастер-классов. В финал проекта выйдут семеро участников, которые получат в подарок полное преображение и изменятся до неузнаваемости. Финал состоится в октябре. Анастасия Попова, Петр Хаджаев, Новости, Муравленко. Это вся информация выпуска. Еще больше подробностей на нашем сайте. Муравленко24.ру Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова